Всем привет дорогие подписчики из телеканала С вами снова Зарбаба и мы продолжаем проходить игру в Wolfenstein The Old Blood Глава 7. Старый город Движусь к развалинам церкви, Хеллига должна быть там Чтобы она не делала это плохо, ее надо остановить А потом забрать проклятую папку Последний подъем, Билли Бой, последний подъем Ну окей Ты че залез сюда, чувак Офигительно Мне надо бы еще как-то сюда слезть Тут еще пособирать много еще можно Да, чувак? Да А вылазить сегодня будешь, нет? Может надо удерживать? Что за бред? Слышь ты, Билли Бой Да может ты как-нибудь вылезешь на сюда, нет? А, молодец Оказывается, на пробел вылазить Патроны для автомата по максимуму Так, ну мне труба не нужна Давай что-нибудь поставим получше Автомат Ну и дробаш Отлично Как всегда у нас брони нифига нет Приходится все это дело собирать О, броня есть, хорошо Ну что, в принципе, все. Все, что было, я собрал. Отлично. Полезли, Билли Бой? Полезли. Тихо. Не подходи ко мне. Еще есть желающие? Да, хватает. Пошли вон. Слушай, а интересно, а в воде что-нибудь есть? Ну-ка, давай пока слазим, Билли Бой. Так. Что тут у тебя тут было? Указка была. Еще броня. Гранатки. Оп. Ножичек спасибо. Ну и, в принципе, наверное, и все. Наверх-то я не попадаю по-любому. Ой-ой-ой. Простите. Горячий транспорт. Все-таки мне интересно, в воде что-нибудь есть? Какие-нибудь слитки золота. Оба-на. Есть карта. Могли бы слиток золота положить тоже. Для полного счастья. Тут ничего. Тут ничего. Вот это музыка нагнетает. Просто нагнетает. Статья. Открытие института художественного перевоспитания. Вена. 4 сентября 45-го года. Вчера прошла церемония торжественного открытия Венского института художественного перевоспитания. Несколько бывших представителей дегенеративного искусства уже начали прохождение, рассчитанное на три года программы перевоспитания. Их будут обучать классическому немецкому искусству, помогут утвердиться в ценностях рейха и золотых канонах живописи, установленных лично фюрером, одним из величайших художников нашего времени. Успешно окончившим институт студентам будет возвращено гражданство и разрешено вернуться в общество. Один из бывших представителей дегенеративного искусства, художник Вольфган Эйхман, рассказал о своих больших впечатлениях от нового института. Я испытываю невероятную благодарность к фюреру и канцлеру за этот шанс исправить мое поведение. Прям где-то здесь орут. Чокнутые. Ой, я пошел в кошмар. Ну ладно. Я что-то просто этого не заметил. Ну давай, походим. По кошмару. Где цели? Готов. Отлично. Патрончики есть. А вот это вот ты устроил на засаду, да, дружище? Но у тебя ничего не вышло. Тихо, песик. Молчать. Пока зубы торчат. Значит, проход у нас есть туда, проход есть туда, там прохода нет. Давай посмотрим, что здесь. Молодец. Ты здесь один? Отлично, один. Нет, не один. Хорошо. Давай пока далеко не ушли. Значит, у нас получается, проход есть вот здесь. Ох, ты попал, засранец, а. Чутка, но попал. Тихо, возьми. Куда, 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 куда? Вот это ты сейчас меня подставил. Мне не нужен ножик. Отлично. Здесь у них хранилище. Ладно, допустим, это коридор мы с вами прошли. У нас, получается, ход там есть. Давай посмотрим, что с этой стороны. Тишина. Тишина. Ну и отлично. Здесь тупичок. Да ладно, по максимуму. Все, классно. У нас пока только один проход. Это уже радует. Вы тут еще и маршируете. Там, вроде, тупик. Офигительно. Так, ну ладно, аплечка, в принципе, есть. Уже хорошо. О, ключик. Хорошо, что сюда повернул. Прямо замечательно. Так, здесь я еще не был, да? Ладно, допустим. Что здесь? Еще одна дверь. Ага. Две двери. Ну, давай сюда. Что ты здесь охранял? Одни скелеты, что ли? Странно. Странно, ну ладно. Что здесь? Опс. Это что, так непонятно, что охранял. Одних скелетов охранял. Нафига ты здесь нужен, дружище? Ладно. Мы, получается, здесь все осмотрели. Проход у нас только один. Стрелять научись. Снайпер. Отлично. Не, ну эти-то слабые. Вот эти автомачки, конечно, да. Это звери. Никого нет. Что-то как-то ожидал больше сопротивления. Ага. Ха-ха. Ну, давай сюда. К орлам. Допустим. Ё-моё, это сколько проходов-то. Надеюсь, просто круговое движение. Скорее всего, а там дверь будет соединяться. Ну ладно, мы сейчас пройдемся по кругу. Посмотрим. Скорее всего, так оно и есть. Ну ладно. Прошлись, посмотрели. Вроде никого нет. Можем спокойно заходить. Ну да, получается, я отсюда зашел. Пошел туда. Давай сюда заходить. Ух ты. Молодец. Тут тоже кто-нибудь есть, да? Нет, никого нет. Ну ладно, пожрем. Вы что, охраняли портрет фюрера? Как-то слабенько. Что-то ничего полезного больше я тут не вижу. Еще две комнаты. Три даже. Не, автоматы, конечно, хорошо патроны. Но, блин, мне хотя бы брони бы. Что-то как-то они в этих кошмарах с броней жадничают. Никого нет? Да возьми-то, ну. Ну окей. Ну ты вообще слепой дружище. Твоего другу-то на глазах порешили. А ты? Даже не шелохнулся. Ладно, здесь получается выход у нас. Да, все правильно. Ну хорошо. С орлами, в принципе, мы закончили. Пойдем дальше смотреть. Здесь еще две комнаты. Давай сюда сначала. А птички. Прекрасно. Ну, где здесь выход? Чувак, не подскажешь, где выход? У меня уже ключик есть. Ага. Налево, направо. Пошли направо. Отлично. Это выход. Хорошо. Пойдем посмотрим, что с той стороны. Может быть, они одинаковые? Да нет. Не одинаковые. Все, здесь только одни боеприпасы. Ну давай. Бежим на выход. Коротенький был лабиринтик такой. Замечательно. Вышли. Хух, ладно, хорошо. Это поспали, это мы все сделали. Я все-таки ищу золото. Ага. Я просто тупо оплыл и все, да? Ну здесь вроде золота я не вижу. Ладно. Давайте выбираться сюда. Давай, бласковец. Давай, билибой. Вперед, билибой. Только вперед. Дождь из нацистов? Откуда взялись нацисты? Я тебе сейчас постреляю, чувак. Я тебе сейчас постреляю. Я тебе сейчас так постреляю, что ты... Пожалеешь об этом сильно. О, они прям к нему идут в гости. Готов. Голова с плеч. Ты-то куда бежишь? Бежит он-то, понимаете ли. Это все мелочь. Так, ну что, в принципе нормально. Дошел. Это что за дождик из нацистов, а? В конце-то концов. Ты один? Даже не идут проверить нормально все помещения, а? Откуда вы падаете? С небес, что ли? Во! Золотишко приныкали. Молодцы. Статья. Вульбург помогает раненым солдатам. Вульбург, 7 января 45-го года. Больница в Вульбурге. Одна из множества больниц Германии, специализирующихся на лечении раненых в сражениях солдат. Главный врач, доктор Франкер, сказал нашему корреспонденту, какую гордость он испытывает, заботясь о героях войны. Каждый день я с радостью иду в больницу, зная, что мне предстоит работать на благо этих патриотов, сказал доктор. Эти мальчики больше всего на свете мечтают скорее восстановить силы и вернуться на фронт, и наши доктора и сестры счастливы помочь им в этом. По словам доктора Франке, за последний год число раненых значительно сократилось. Очевидно, что мы выигрываем войну. Скоро у нас совсем не останется пациентов. Широко улыбается он. Ну да, в игре вы войну выиграли все-таки в конце-то концов. Но я думаю, это ненадолго. Да, бласкается. Так, тихо-тихо. Ножики полным-полно у меня. Че, ничего нет, что ли? Канистры можно взорвать. До свидания, дружище. А так ты тут был не один. Ну и тебе пока. Мне же этот дождик из нацистов достал. Не явно сюда по-любому надо было. Еще одно золотишко приныкали. Так, я совершенно не письмо нашел? Да, я нашел письмо. Юлия, любимая моя дочь. Пишу это письмо в надежде, что смогу вручить тебе его самолично. Боюсь, этому не бывать. В то утро, столько месяцев назад, мне было так тяжело с тобой расстаться. Я надеюсь, ты поймешь. Прости меня. Но на мне лежит долг перед отечеством. Я заперся в доме. Забарикадировал все выходы, чтобы укрыться чудовищ, который рыскает снаружи. Еды хватит на несколько дней. Может быть, если будет на то воля божья, я выживу. Но вряд ли. Эберхард взорвал каменную дверь динамитом. Это был кошмар. Одному из бойцов, фрицу, упал на голу камень с потолка. А затем, из развернувшегося прохода, что-то начало просачиваться. Какой-то газ. Позднее, той же ночью, фрица скончался от полученной раны. Я был с ним до конца. Уходя, я услышал ужасный вопль, а потом раздались крики врача, который должен был позаботиться об умершем. Я бросился назад и увидел его. Фрица. Он стоял на ногах. А ведь всего за пару секунд до этого он был мертв. Я в этом абсолютно уверен, дочка. Он двигался как-то странно, шаркающей походкой. Шел прямо на врача, протянув к нему руки, будто две клешни. Бедняка попытался чтиться, но эта мертвая тварь попросту разодрала ему горло. Я знаю, это звучит отвратительно, но я должен все записать. Ты уже взросла, ты поймешь. Мне и еще нескольким товарищам удалось вырваться оттуда. Один из ученых, участвовавших в экспедиции, объяснил мне, что этот газ представляет собой некий биохимический агент. Он поражает мозг недавно умерших людей, обрекает их на убогую жизнь после смерти, в которой у них лишь одна цель – нести смерть и разрушение. Этот ученый еще что-то говорил про то, как этот газ можно использовать в военных целях. Но я перестал слушать. Несколько часов спустя он погиб. Я по тебе тоскую, дочка. Я приложу все силы, чтобы выжить. Но даже если мне не суждено присутствовать при том радостном моменте, как тебя примут в союз немецких девушек, знай, я всегда буду с тобой в твоем сердце. Твой любящий отец – Гельмут. Так, ох, нифига, я три злота упустил уже сразу. И персонажа – робот-погрузчик. Так, это мощная гидравлическая шагающая машина, предназначена для выполнения строительных работ и подъема тяжелых грузов. Отлично. Так, ну что, я открываю. Ну, здорово. И тебе привет. И тебе пока. Ну, поехали снова. Я уже три злота упустил, когда успел. Непонятно. Старый город. Старый город Вульбурга сформировался в одиннадцатом веке, когда городок восстанавливали после сильнейшего пожара. Окей. Да слезь, не слышь. Чудило. Вот так вот досвидос. Мне сюда? Ага. А значит, это ты сломать не можешь, да? О, чувак, а ты откуда? Ладно, слазим. Да ты какой резвый, а ты смотри, откуда ты взялся? Никого не было здесь. Здрасте, мордастый. Приперся он. Ключик. Алло, вы меня слышите? Господин Биджей. Я слышу тебя, Аннет. Кажется, я нашла подругу. Она заперта в том большом доме, но есть задний ход. Я спасу ее. Ну. Нет времени, господин Биджей. Пора бежать. Только осторожнее. Да, беги, но только осторожней. Так, ну че, все? А, это патрон для дробовика. Да, откуда вы тут все падаете? Слышь? Небо вроде чистое. Опять гидрометцентр что-то напутал, блин. Где-то тут пищат, блин. Слышь? Стрелок ворошиловский. Да, сдохнет. Да откуда вы все беретесь-то, блин? Слушай, а мне стоит взять данную пушечку? Она какая-то прикольная будет. Да? А? Как вы считаете? Я думаю, стоит взять. Да, откуда вы тут все беретесь-то? Тут реально какой-то этот... Нацистопад. Уйди, чувак. Напугал меня, блин, до смерти-то. Ой, да ладно, я почти дошел. Еще золото нашел. Давай, возьми. Тут есть станок. Так, ну и в какую степь? Ты какой шустрый-то, ты смотри. Спринтер. Откуда вы все ползете? Да, ешки-матрешки. Это ты выкини. Это тебе не надо. Открываются они отсюда. А я вообще сюда приперся зачем? А-а-а. Все, понял. А-а-а. Ручку сразу не заметил. Ага. Ясно, понятно. Пошли. Теперь там надо будет выламывать ворота. Вперед. Пошел вон. Да откуда вы что-то берете-то, слышу? Все, успокоились. Покинуть уровень. А, подожди, 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 подожди. Пока давай слезть, посмотрим Может быть тут что-нибудь еще полезное есть Может быть золотишко где припрятали Блин, а брони-то совсем не осталось Представляешь? Ну что ж, дорогие друзья, на сегодня все Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии Вступайте в группу ВКонтакте Все ссылочки под видео С вами Базарбабай, спасибо за просмотр Увидимся в следующих прохождениях, всем пока